если вы мне скажете что сельское хозяйство это скучно я буду с вами спорить сельское хозяйство это когда вы будете зарабатывать и делать это красиво александр здравствуйте здравствуйте я думал мы будем тут цветочки собирать букетики делать а вы тут дрова колите чтобы букетики были сначала можете рассказать о том что растет в этой вашей теплице здесь растет фрезия ну и только фрезия почему именно фрезия он так попалась просто довольно таки простой неприхотливый цветочек очень веселый добренький и ранний а когда вы познакомились с этой красавицы года три назад наверное ну как это было расскажите знак мы просто занимались раньше помидорами и огурцами а знакомые предложили нам как раз заняться фрезей попробовали понравилось до сих пор занимается то есть цветочный бизнес он в принципе для настоящего мужчины ну как как вариант да саш ну давайте все таки поподробнее остановимся на условиях содержания этого цветка какая температура должна быть и поподробнее расскажите пожалуйста по поводу вашего замечательного это его печки и так понимаю ручной работы печка ручная работа действительно температура ей нужно в зимний период как минимум где-то градусов 6 8 не больше потому что если больше то она начинает гнать ботву а цветка нету и если меньше то она замерзнет просто-напросто остановится и будет сидеть поближе давайте познакомиться с вашей печкой откуда такая конструкция вы ли скажем так главный конструктор этого конструктор не я конструктор отец он у меня сварщик собрали то есть сюда подходят трубы с водой да да запахнутая система и стоит насос для быстроты чтобы как бы проще быстрее разогреть воду всю затопил включил и все давайте кстати покажем как растапливать давайте попробуем а какое дерево используется для растопки пробовали мазутом топить но выгодно просто реальная древесина да она не так загрязняет воздух во первых и вот все равно от мазута или от чего-то другого пленка образуется этот и цветок погибает очень много погибает в сельском хозяйстве если хочешь чтобы дело спорилось использую только натуральное топливо и тогда все получится ну что допим так ну серёга пока я растапливаю наруби еще дров накали поменьше потом легко попробуем ну здесь у меня легко так получится опана чуть по пальцам сесть береги пальцы сеня каком-то фильме такое было айяяя у не большая производственная травма как говорится не можешь не берись лучше даже такую простую на первый взгляд вещь как колка дров я доверю профессионалу ну что там у нас горит да горит саш ну пока разгорается наша печь. Пойдемте познакомимся поближе с вашими цветочками. Ну, вот она. Ох ты, красота-то какая! Кстати, фрези отличаются очень тонким приятным ароматом. А что вы можете про них рассказать? Ну, во-первых, это действительно ароматный цветочек, такой приятный, весенний. Ну, непростой, как бы выращивание, не сильно сложный. Какие, на ваш взгляд, самые главные нюансы нужно учитывать всем тем, кто, посмотрев нашу программу, захочет стать цветоводом, а именно выращивать фрези. Не бояться и пробовать. У вас, наверное, профессия вы цветовод, либо биолог? Нет, я простой электрик. Простой электрик. Три года назад решил, что красота это его. Спасит мир. И решил спасать мир с помощью фрези. По какому принципу вы прокладывали эти дорожки и высаживали грядки? Ну, во-первых, для того, чтобы было удобно просто-напросто срезать цветы и поливать так же, и прорывать грядки, и вот сорняков. А сколько есть разновидностей по цветовой гамме фрези? Очень много. Они есть и розовые, и фиолетовые, и каких только нет. Есть простые, есть махровые. Вот, допустим, вот эта вот простая, а вот эта вот желтая, идет уже махровая. У нее более густой такой мощный цветок. Ну, видно, он как бархатный такой, да. Если вот поделиться секретом, какой самый востребованный цвет у фрези? Какой все-таки наш народ больше предпочитает? Ну, сейчас в основном берут белую. Белую? Белую и желтую. Вот он, чистый, светлый, очень красивый цветочек. А, кстати, можно рассчитать срок созревания бутона? Допустим, купил я луковичку, и я должен ее вырастить, к примеру, к 14 февраля или к 8 марта. Возможно ли это как-то подгадать? Можно подгадать. Все это высчитывается. У нее есть определенные сроки, так же, как у любого растения. Там определенный срок, что она, грубо говоря, вот сначала посадила, и где-то приблизительно через 3-4 месяца уже начинается цветок. Ну, теперь мы перешли, наверное, к самому главному для любого цветовода вопроса, цветоводолюбителя. Когда нужно высаживать фрези в теплицу? В какое время? Ну, это приблизительно конец августа, начало сентября. И то есть она как раз к этому моменту, если ее посадить, то к 8 марта она уже точно будет. Как сложно за ней ухаживать? Какие необходимо учитывать нюансы? В принципе, чтобы главное было, чтобы было тепло и немножко влажно. А удобряете вы ее или как-то обрабатываете, чтобы вредитель не съел? Травим перед посадкой. Обязательно протравить луковицу и посадить уже протравленную, чтобы ее никто не ел. В этом случае, наверное, все-таки ее выгоднее и проще выращивать, чем, допустим, овощи, да? Да, проще намного, потому что, несмотря на красоту, ее можно обрабатывать. Ваш любимый цвет? Розовый. Розовый? Да. Вот, по крайней мере, по фрезе вот розовый. Красный, желтый, сиреневый, белый. У каждого цвета фрезии свой аромат. К примеру, самый насыщенный – желтый. Но если у вас от тяжелых, сладких ароматов болит голова, выбирайте цветки белого либо сиреневого цвета. Они практически совсем не пахнут. А есть какие-то стандарты, золотые стандарты цветка, допустим, чтобы был один боковой отросточек или это чтобы вообще не было боковых отросточков? Нет, такого стандарта нет. Она растет, как ей хочется. Ничего с ней не сделаешь. А я смотрю, здесь какая-то сеточка прям посреди ряда идет. Это для чего? Это для того, чтобы цветок не падал. И он был ровненький, красивый. Как-то вы формируете вот в каждую клеточку или она самым произвольно вылазит? Сначала садим, а потом натягиваем сетку и после этого просто потихоньку поднимаем сетку. И все, она как бы уже сидит в ячейке. А вообще высота фрези как-то регулируется? То есть, если я, допустим, покупаю цвет букет, я должен сдать, ну, скажем так, это классический букет или это какой-то уцененный? То есть, короткий стебель должен быть или длинный? Ну, в основном идет, ценится первый вот этот вот, потому что он длинный идет. А потом уже маленькие идут боковые отростки. Их пускают в основном на корзинки или на что-то такое небольшие маленькие цветочки. Как букеты. Сереж, я пошел сажу за секатором, мы как раз будем ее резать, а ты пока посмотришь на нее. Собирать урожай будем? Да. Отлично. Пока Саша пошел за секатором, я вам расскажу несколько интересных фактов о фрезии. Красивый цветок. Фрезия родом из Африки. И своей популярностью, да и названием она обязана немцу. Врач Фридрих Фрис так полюбил эти цветки, что стал культивировать их в качестве садового растения. И было это в 19 веке. Серег, ну, давай теперь будем резать ее. Собираем урожай? Да. Как часто это происходит, кстати? Раз в два, раз в день бывает. Раз в два дня буквально зацветает. Это зависит всего от погоды. Если тепло, то ее больше зацветет. Если будет, не будет солнышка, то она мало зацветет. Ну, показывай, как будем резать и какой цветок. Весь подряд. То есть и бутоны тоже? Нет, бутоны нет. Ну, желательно вот такой вот. И здесь желательно вот до его первой ножки, грубо говоря, до первой веточки. До первой веточки, да? А если обрезать бутон, он расцветет дома? Да, расцветет бутон. Даже вот, когда он только наклевывается, первый начинает. Даже, грубо говоря, можно вот такой вот. Но лучше всего вот такой вот срезать. Тогда он до последнего расцветает цветочкой. То есть одна из хитростей, если вы выбираете букетик фрези, смотрите, чтобы там было больше бутонов. Да. Ну вот мы ее срезали, а луковица у нас осталась в земле. Она созреет, и мы ее выкопаем, сохраним до осени, и осенью посадим опять. Ну что ж, пойдем делать букет? Вот мы подошли к такому импровизированному верстаку. В очередной раз пригодилась сетка. Что мы делаем дальше? С чего начинаем? Ну, во-первых, рассортировать ее. Длинная, короткая. И все. А дальше просто вязать. А сколько фрезия после среза стоит? Вообще недели две стоит. Две недели? Да. А за ней какой-то особый уход? Нужен там, допустим, что-то добавить в воду? Или какую-то особенную воду нужно? Нет, как таковых нету никаких условий. Просто есть сейчас много очень химии для поддержания цветка. Человеку эта химия? Нет, ничего, она не вредит. Просто в воду добавляется какой-то раствор, и цветок стоит идеально очень долго. Вот с такого объема, с такого участка, сколько можно собирать цветков, и насколько все-таки выгодно выращивать фрезии? Ну, с такого приблизительно тысяч шесть-семь цветков. Тысяч шесть-семь? Саш, слушай, а какой размер теплицы? Сто квадратных метров. Сто квадратов. Ну, сейчас вот фрезию уберем. Что дальше? После нее посадим помидоры, скорее всего, потому что будет уже тепло. Или огурцы. Ну, такой немножечко меркантильный вопрос. А сколько с такой площади можно все-таки заработать за год? Фрезия, помидоры. На какую сумму ориентируетесь примерно? Я даже не знаю. Ну, раскроете нам все эти секреты хотя бы немножечко. Ну, тысяч, наверное, под двести, грубо говоря, нужно заработать. Вот это по-нашему. Продолжаем вязать фрезии. Какую-то красивую ленточку. Ну, это просто лента для завязки цветов. Она не сильно перетягивает его, и он как бы... Чувствуете себя комфортно? Да, дольше хранится с ней. С верхней части начинаем, да? Ну, да, желательно. С верхней части. И оборачиваем, да? Да, просто жгут делаем. Сейчас чуть-чуть здесь икончики, да? Да. Подрежем для эстетики. Да. Вот и все. Можно везти, продавать. Или дарить. Или дарить. Кому как удобно. На языке цветов фрезия означает доверием. Так что, если вы получили в подарок подобный букет, знайте, вам доверяют. Согласно цветочному гороскопу, а есть и такой, фрезия покровительствует людям, рожденные с 24 октября по 2 ноября. Они отличаются бесстрашием, упрямством и практически всегда добиваются успеха. Но не нужно быть астрологом, чтобы предсказать успех всем тем, кто с терпением и любовью относится к своему делу. Это был телепроект «Сельские истории». Если вы хотите стать участником нашей программы, или у вас возникли вопрос к нашему герою, звоните по этому номеру телефона. И, возможно, в следующий раз мы встретимся уже на вашем подворье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова